В 1054 год происходит разрыв между Западной и Восточной Церковью. Западная Церковь начинается католическая, вы знаете, Восточная начинает называться православной. Во время этого разрыва обе церкви придают друг друга анафеме. Сегодня православная Церковь начинает называть католическую латинской ересью, те наоборот. Но самое интересное, что дело не в ереси. Это не была ересь, это был просто раскол. И давайте напишем так. Почему стал возможен великий раскол? Почему стал возможен великий раскол? С какой хотите, можете с большой. Почему стал возможен, называется великий в истории, великий раскол? Причины, да? Первое, напишите, Римская империя разделена на две основные части. Римская империя разделена на две основные части, то есть на Западную и Восточную. Естественно, связь между церквями, хотим мы или не хотим, разрывается. Связь между церквями разрывается. Они еще считаются единой церковью, но тем не менее расположенные вдруг в разных государствах связь нарушена. Также единство нарушено и набегом варваров. Также ислам, потом возникший, разрушил коммуникации в Средиземном море. Уже не могли спокойно так свободно путешествовать друг к другу. В общем, связь или коммуникации были разрушены. Следующей причиной, почему возник, стал возможен разрыв, это иконоборчество на Востоке, иконоборчество Восточной церкви. То есть, хотя потом Восточная церковь и вновь приняла доктрину о поклонении иконам, но связи были разорваны, отношения были испорчены. Иконоборчество. Следующий момент, конечно же, это языковой барьер. Его тоже нельзя списывать на нет. Языковой барьер между двумя церквами. Языковой барьер между двумя церквями. В одной церкви официальным языком был греческий, в другом – латинский. Нет, западный латинский, восточный греческий. Следующей причиной приближающей разделения была претензия Папы Римского на лидерство. Претензия Папы Римского на лидерство. Чтобы восточные патриархи подчинялись ему, а они не хотели. Конечно же, это тоже привело к расколу. И это был, наверное, наиважнейший вопрос вообще в расколе. Хотя поднимались все другие, но думаю, что это был самый важный вопрос. Претензия, да, власть. Претензия Папы Римского на лидерство, на руководство политическое. И весь Рим претендовал на лидерство, да, как из-за апостольского основания вроде как и так далее. Следующая причина – это целебат. Следующая причина, еще одна – это целебат. Западная церковь приняла его, в конце концов, безоговорочно для всего священства. Восточная отличалась. На восточной церкви православной, если вы знаете, есть черное и белое священства. Одним можно там жениться, другим нельзя. Вот так. Но, тем не менее, какие-то поблажки все равно есть. Есть священники, которые могут иметь жен. Еще одна из причин – безбрачие. Целебат – это безбрачие, да. Еще одна причина – это причастие. Хлебопреломление. Причастие. Хлебопреломление. Потому что на Востоке использовали квасной хлеб с солью, а на Западе отказались от квасного хлеба. И по этому поводу у них тоже были разногласия. Восточная говорила о соли, что мы соль земли. Это тоже символ. Западная от этого полностью отказалась. И вот в этом также была причина разногласий. И последний вопрос, важный вопрос, по которому и сегодня Западная и Восточная церковь не могут договориться. Это вопрос о фелиокве. Я объясню, что это такое. Фелиокве. Вопрос о фелиокве. 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 Это вопрос о том, как подается Дух Святой. Да? Западная церковь утверждала, что Дух Святой подается как от Отца, так и от Сына. А Восточная, что Дух Святой и Сын подаются от Отца. Да, можно. Восточная говорила, что Дух Святой подается только от Отца, и Сын исходит от Отца. А Западная говорила, что Дух Святой подается как отцом, так и Сыном. Интересный вопрос, конечно, но не думаю, что такой вопрос вообще должен послужить разделению, как бы вот такому, которое произошло. Из всего мы все-таки делаем выводы, что основной причиной раскола – это была власть. Да? Это было деление власти. И в 1054 году произошло полное разделение. Хорошо, пойдем дальше. И в это время в Западной церкви кое-что меняется. Если до этого Папа Римский мог быть назначен, да, назначен императором и так далее, то с этого момента происходят изменения в избрании Папы Римского. С этого момента Папу Римского не назначают, а Папа Римский избирается определенной коллегией кардиналов. Да, слушай. И по сей день это происходит. Кардинал переводится как главный. И это были ближайшие советники Папы Римского. У Патриарха Восточного такими советниками были митрополиты. В Западной церкви меняется, ну, Папу Римского больше не назначают, а его избирает коллегия кардиналов. И это происходит до сих пор. В 1076 году в Западной церкви происходит еще очень важное событие, которое повлияло потом на всю Западную церковь. В 1076 году, прошу прощения. Нет, в 1076, я извиняюсь. В 1076 году в Западной церкви происходят следующие события. Папа Григорий VII отлучает от церкви короля Генриха IV, который был властным королем. И в этот момент происходит впервые серьезное столкновение между духовной властью, папской властью и светской королевской. И это противостояние длится долгое время. Он был королем Франции, насколько я помню. И он нашел себе сторонников в Германии. Генрих IV и Григорий VII. Мало того, началось кровопролитие. Были войска, поддерживающие папу. Были войска, поддерживающие короля. И Европа разделилась на две части. Но впервые вот так жестоко столкнулись две власти. Тогда не было войны. Сейчас произошла война, произошло кровопролитие. И Генрих IV, это время, когда стали избираться два папы. Это время, когда стали избираться два папы. Один папа шел, назначался в пику основному папе. И вот время проблемное для католической церкви, когда было двоевласть. А назначалось два папы. И тот папа, который был выбран в пику основному папы, в истории называется антипапа. Кто его избрал? Тот же Генрих, да? И ежи с ним. С одной стороны, конечно, положение Европы было ослаблено. С другой стороны, если мы посмотрим на исламский мир, там тоже было не все гладко и не все в порядке. В исламском мире единоверцы стали между собой... Ну, пришел определенный разлад. Он пришел как на почве религии, так и на почве национальной. В то время силу в исламском мире набирали турки. А до этого основными представителями ислама были арабы. И здесь вдруг началось соперничество и даже военные действия друг против другов, турков и арабов. Исламский мир ослаб. И тут возникает идея крестовых походов на западе. Тут вдруг возникает идея крестовых походов на западе. И мы сейчас немножко поговорим о крестовых походах. И напишите так. Причины, по которым стали возможны крестовые походы. Причины, по которым стали возможны крестовые походы. Причины, по которым стали возможны крестовые походы. И первая причина. Исламский мир уже не был един. Исламский мир уже не был един. исламский мир уже не был един конечно большая территория была покрыта исламом но тем не менее после смерти мухаммеда и его ближайших помощников поднялось множество лидеров исламе и ислам стал делиться на халифаты которыми управляли халифы в багдаде каире кордове каждый хотел своего первенства каждый хотел своего лидерства и конечно же это принесло разделение в ислам также мы уже говорили о противостоянии арабов и турков тоже за сферы влияния за сферы владычества и это принесло на национальной почве скажем так разделение в ислам кроме этого в исламе появляются два основных течения которые существуют сегодня это шииты и сунниты тоже делится ислам он уже тоже не един мы даже знаем в истории прошлого века что иран и ирак воевали ну примерно там не только эта идея была замешана но эта идея была одной из основных потому что в ираке живут сунниты в иране живут шииты сунниты и шииты я объясню в чем основное расхождение там есть в обрядовой части разница так далее но шииты верят что возглавлять и слава народ ислама может только продолжать и линии мухаммеда или его ближайших помощников там их родственники пусть там пятая кровь на киселе но тем не менее у суннитов таких ограничений нет они говорят что любой правоверный мусульманин может быть духовным лидером политическим лидером и так далее это основная как бы основная разница ну конечно еще есть много разница и конечно же ислама слаб и это стало возможным нападение крестоносцев до и поход и на ислам и поход их к гробу господню как они это называют вторая причина вторая причина мы говорили о елене матери константина как а той кто совершила первое паломничество в святую землю и даже привезла святыню якобы крест господень который она там нашла да с тех пор паломничество святую землю стала нормой стала традицией и постоянно ежегодно христиане паломники из европы ездили в святую землю турки же бы которые в то время контролировали как раз большую часть этой территории они были более жестокие чем арабы они более были но такие неконтролируемые что ли злобные что они делали они убивали паломников и грабили их а паломники шли обычно не с пустыми руками до бывало такое что от целой общины уполномачивали идти людей там скидывались деньгами снабжали и так далее снабжали деньгами на покупку значит реликвий которые тоже не дешево стоили турки убивали их грабили конечно же это вызвало реакцию европы их во первых решали лишали паломничество да то что принадлежало им как они казали думали и второе людей убивали тоже неправильно да еще одна причина почему стали возможны крестовые походы это агрессия мусульман на испанию и сицилию да агрессия мусульман на испанию и сицилию и часть испании была мусульманская сицилия была захвачена мусульманами и короче ислам уже дышал в лицо европе просто если бы не были предприняты какие-то ответные действия неизвестно чем бы все это закончилось третье агрессия мусульман на европу но испания сицилия испания сицилия и последняя причина ужасное положение византии ужасное положение византии ужасное положение византии и от византийской империи осталась только небольшая часть вся остальная территория была захвачена мусульманами и христиане были в не очень хорошем положении конечно же и и все таки это вызывало сочувствие и у западной церкви ну и плюс они понимали что если мусульмане расправятся с восточной церковью то в конце концов они займутся и ими и тогда император византии он пишет письмо папе римскому приглашая его как бы помочь прийти с войсками помочь в том чтобы защитили византию и в ответ он обещает что а это время когда два папы было там папа и антипапа и он обещает в ответ подчинить восточную церковь западной и конечно же это хорошее предложение это лакомый кусочек идеологом крестовых походов становится папа урбан второй идеологом крестовых походов становится папа урбан второй он проповедует ездит всюду проповедует о крестовом походе обещает прощение грехов всем кто будет в этом походе участвовать кроме того в этот поход идут люди осужденные даже которым там сроки отменяют отпуска заменяют там смертную казнь как бы и он обещает что у гроба господня все получат прощение также обещает что у погибших погибшим их семьям дадут льготы определенные налоговые льготы на землю и так далее папа урбан второй урбан второй кроме того естественно привлекают восточные сокровища да которые можно будет разграбить в 1096 году в 1096 году начинается первый поход первый крестовый поход 1096 год 1096 год первый поход и он так неказисто из двух сложился течений первое течение конечно же основной силой в походе должны были быть рыцари да но кроме это и просто кроме этого простолюдины собирались пока рыцари собирались пока они ну как то слаженно хотели сделать более менее слаженно хотели сделать армию хотя единого руководства не было каждый приезжал со своей там армией были наемники из язычников также до что простолюдины простые крестьяне быстрее собрались и пошли вперед сами их было пять крупных формирований некоторые из них так и не дошли до святой земли просто одна из группировок дошла до рейна там стало избивать евреев как врагов тоже гроба господня да совершили вот такой вот кровопролитие грабеж и самораспустились другая группа пошла не дошла напала на венгерское королевство представьте такие вот были интересные походы но не тут то было да король венгрии ответил оружием и они были уничтожены все позже уже были готовы рыцари они переправились одна часть переправилась через босфор дошла до никеи и была перебита практически вся турецкими лучниками некоторые попали в плен но была еще одна часть рыцарей которые пошли позже они захватили никею им сопутствует удача они захватывают никею захватывают позже антиохию и в конце концов захватывают иерусалим самое интересное что когда мусульмане захватили первых пленных крестоносцев через время многих отпустили когда в иерусалим ворвались крестоносцы около 70 тысяч мусульман были казнены без следствия всякого мало того когда они ворвались в иерусалим знаете что они сделали они согнали евреев в синагогу и сожгли их заживо вот такие вот бесчинства происходили во время крестовых походов чем еще характерно это время после того как рыцари крестоносцы завоевали до палестину стали устанавливать города государства иерусалим был провозглашен королевством и одесса была провозглашена такой город была княжества графством провозглашена антиохия была провозглашена королевство через время то есть не будем в подробности вдаваться но периодически что иерусалим что другие города они переходили из одних руки в другие то мусульмане их опять захватывали то опять и рыцари их брали давайте кратко просмотрим второй поход вы что-то записываете что-то нет просто на слух воспринимаете второй поход начался 100 1147 году второй поход 1147 год второй поход 1147 год вдохновителем этого похода был будующий святой католический бернард клеворский клеворский да да мартин лютер говорил о нем как о лучшем из святых который показывал образ жизни но тем не менее он был одним из вдохновителей крестового похода и возглавляли этот поход конрад третий германия и людвиг седьмой франции конрад третий германия людвиг седьмой франции поход был не очень удачным они дошли до иерусалима дошло всего десять процентов армии многие по дороге умерли от болезней истощения и и город взят не был после этого 40 лет мира происходит после этого 40 лет мира в это время видный исламский деятель салах аддин под своей рукой объединяет египет и сирию в это же время за иорданом уже есть поселение европейцев и они как то вот в этом смутном мире которые уживаются и в то время салах аддин еще ну как бы не пытается ну нет жесткой политики 40 лет такого мира определенного но интересно что были попытки мелкое дворянство объединялось живущие там и были попытки идти походом и разрушить мекку медину уничтожить и однажды произошел такой случай когда крестоносцы европейцы захватили караван султана и там была его сестра родная и началась начались ответные военные действия султан вырезал почти всю армию сопротивлявшуюся взял иерусалим это провоцирует со временем и начинается третий крестовый поход третий крестовый поход 1190 год 1190 год 1190 год возглавляет его фридрих барбаросса германия да в честь которого и назвали потом немцы свои да во время второй мировой войны план барбаросса если помните фридрих барбаросса германия на самом деле если всю его компанию военную смотреть она не очень была удачной в конце концов почти все его войско было уничтожено а сам фридрих когда ему было 70 лет уже пожилым человеком его переправлялись через небольшую речку в килике и он утонул он утонул но поход продолжался этот же поход и его возглавили филипп король франции и ричард львиное сердце известный король англии они высадились на сицилию захватили кипр но дальше больших успехов их поход также не имел единственное что был подписан мир и паломникам европейским официально разрешили безопасно посещать святые места вот этого они добились 1198 год четвертый поход 1198 год четвертый поход вдохновил его папа Иннокентий 1198 год четвертый поход вдохновлен папа Иннокентий а ситуация такая сын одного из незложенных императоров византийских да просит помощи у папы говорит если вы меня посадите обратно на престол он был низвергнут до этого Алексий его зовут если вы меня восстановите на престоле я починю восточную церковь католицизму о здорово крестоносцы идут свергают прежнюю власть сажают его на крест на престол но греки отказываются исполнить обещание крестоносцев это сильно раздражает они выжигают и грабят город так что больше Константинополь никогда своего величия не восстановил он отбивал атаки мусульман язычников но разрушен был своими же собратьями по вере западной церкви вот это и есть как бы этот поход интересно что еще в это же время происходит то что называют в истории походом детей я не знаю слышали вы не слышали о таком событии поход детей да и французский мальчик Стефан был такой он выдвинул идею о том что походы проиграны потому что взрослые люди родители успели нагрешить в их жизни есть определенная нечистота но если дети пойдут это действительно было какое-то сверхъестественное явление скорее всего не божье демоническое в это же время в германии появился да подобный парень который проповедовал примерно то же самое и он говорил что чистота детей поможет отвоевать гроб господень они двинулись туда так вкратце да когда их спрашивали а что же как же вы придете с средиземное море он говорил что подобно как перед моисеем раступилось черное море так же и перед нами детьми раступится средиземное море мы пройдем посоху они рассчитывали на чудо не только дети участвовали в этом походе как бы до подросткового возраста но тем не менее было много детей в среднем по моему 12 лет если я не ошибаюсь и они отправились в святую землю было несколько групп больших детей интересно что некоторые взрослые поощряли не препятствовали этому а некоторые просто не могли справиться с ситуацией настолько это было повально и одна группа дошла до марселя увидели что море не отступает и тут купцы да для которых деньги значит все предложили им перевести их через значит средиземное море и те потом поделятся с ними значит награбленными сокровищами захваченными скажем так не награбленными которые в ходе военной кампании они приобретут но купцы обманули их отвезли в тунис и там продали мусульманам в рабство всех этих детей эта группа другая группа из германии дошла до генуи тоже походили походили ничего не произошло вернулись домой короче в походе участвовало больше ста тысяч детей из них больше трети домой никогда не вернулось интересно что именно это событие которое потом положило начало вот этой если вы слышали сказку о крысолове который на дудочке играл да он пришел там вывел крыс из города ему власти не заплатили и он да дудел и увел всех детей из города как бы вот это вот факты исторические легли в основу вот этой сказки которую мы сегодня знаем хорошо пойдем дальше 1217 год пятый поход 1217 год пятый поход в нем участвуют немцы и венгры во главе с королем венгрии андреем 1217 год немцы и венгры захватывают египет но позже все равно отступают в европу то есть баловство такое захватывают египет но позже отступают в европу я так коротко буду с вами 1227 год шестой поход 1227 год шестой поход возглавляет его фридрих второй германия фридрих второй германия 1227 1900 не может быть никак 1227 шестой поход фридрих второй германия у него напряженные отношения с папой он поддерживает антипапу и поэтому церковь не признает его до этого германия ну участвовала в походах но тем не менее он женится на 14-летней дочери короля иерусалима в изгнании то есть рыцарь один из рыцарей да высокопоставленных который когда-то объявил иерусалим королевством у себя королем иерусалима был изгнан со временем вернулся в европу у него была дочь 14-летняя и фридрих второй женится на его дочери не спрашивая благословения папы не рассчитывая ни на кого он идет на иерусалим потому что уже считает себя официально королем иерусалимским тоже да и хочет себе это царство отлучен за что отлучен папой от церкви но его это сильно не как бы не напрягает и на самом деле успех в его походе он опять на какое-то время захватывает иерусалим и с мусульманами подписывает позорное для них соглашение поэтому соглашение на какое-то время все побережье палестины а также христианские святыни города вифлием назарет иерусалим отходят христианам и он объявляет себя королем иерусалима но через короткое время там несколько десятилетий турки опять отвоевывают мусульмане отвоевывают иерусалим обратно пойдем дальше 1249 год 1249 год седьмой поход 1249 год седьмой поход люди людвиг 9 франция людвиг 9 франция также идет захватывает египет сначала но потом его армия разгромлена исламской армией и он взят в плен людвиг 9 взят в плен через какое-то время приходит выкуп из европы он выкупает себя и возвращается во францию 1267 год 1267 год 1267 год последний поход восьмой 1267 год опять тот же людвиг вместе со своим сыном одного раза не хватило отправляется в следующий поход ему удается захватить тунис и насильно как бы обратить в христианство большую часть потом идет в египет но по дороге умирает скорее всего от старости был подписан мирный договор временно но он не работал и английский принц эдуард тогда же отправляется опять в наступление захватывает город акра и интересно что в то время в этом городе несмотря что и мусульмане были но и христиане жили спокойно там было около 40 церквей все заканчивается в 1279 году 1279 году опять вокруг торгаются мусульмане и устраивают такую кровавую баню монахов доминиканского ордена вырезают прямо в храмах во время пения псалмов во время проведения служений таким образом приходит конец христианству в палестине таким образом приходит конец христианству в палестине И давайте напишите так. Результаты крестовых походов. Первое. Пошатнулась вера людей в христианские догмы. Пошатнулась вера людей в христианские догмы. Я имею ввиду европейцев. Пошатнулась вера людей в христианские догмы. Естественно, во время этих походов европейцы, рыцари вели себя не как христиане. Народ просто устал от изнурительных походов. Пошатнулась вера в христианские догматы. Следующее. Появление и распространение индульгенций. Появление и распространение индульгенций. Появление и распространение индульгенций. Что такое индульгенции, слышали, знали, да? Да, это покупка прощения грехов за деньги. То есть тебе выписывают определенную грамоту, и ты за деньги покупаешь себе прощение грехов. Первая индульгенция – это когда Папа Урбан II пообещал, что все грехи будут прощены у гроба Господня тем, кто пойдет в поход. Такая, да, как бы общая. Но потом это стало иметь такой частный характер. Конкретно выписывали документ тебе, даже расценки были у монахов. Мы будем говорить, когда Мартин Лютер вступил в спор с монахом Тецелем, который продавал индульгенции. У того были расценки, я не помню точно сейчас, я вам потом может зачитаю, но там так. Допустим, я так из головы беру, допустим, за богохульство, там столько-то золотых, за убийство родителей больше. Представьте себе. И доходило до смешного, знаете, случай такой, я не знаю, исторический он или выдуманный, но вроде говорят, что исторический. Такой случай, когда возвращающийся из похода рыцарь, они в принципе были, после войны никто работать не хочет, короче. И многие рыцари, вернувшись в Европу, занимались грабежами, непотребством и так далее. Вот примерно такой случай. Едет рыцарь, возвращается из Европы, едет по лесу, навстречу ему монах, торгующий индульгенцией. Он говорит, святой отец, хочу купить индульгенцию. Что за грех? Грабеж и убийство. Или убийство с целью грабежа. То да, не вопрос, продает ему, выписывает. Он берет эту индульгенцию и убивает святого отца, грабит и едет дальше. Вот до такого доходило. Хорошо. Еще следующее результат походов. Ослабление феодализма в Европе, усиление национализма. Ослабление феодализма в Европе, усиление национализма. Ослабление феодализма в Европе, усиление национализма. Люди перестали доверять своим правителям, феодализм стал слабеть на самом деле, но стали подниматься национальные настроения. Отсюда потом берутся настроения о создании национальных церквей, как у Лютера, немецкая церковь, как там в Англии, английская, англиканская церковь и так далее. Эти настроения берутся именно оттуда. Кроме того, знаете, поход принес не только войну и разногласия, но установились и торговые связи. Знаете, война-война, обед по расписанию, короче. Торговля всегда торговля, коммерция. И простые люди начали заниматься торговлей, стали подниматься, богатеть. А наоборот, феодалы многие разорились. И уже аристократия не обладала где-то той силой, которая обладала когда-то. Капитализм стал приходить, короче, на смену феодализма потихонечку. И национализм, я имею ввиду усиление, в хорошем смысле национализм. Осознание своих национальных корней, своего национального достоинства, а не в плохом смысле этого слова. И еще один момент, результат походов, это возникновение военизированных орденов рыцарей-монахов. Такого раньше не было. Во время крестовых походов произошло. Появление военизированных орденов рыцарей-монахов. Самые известные из них это тамплиеры. От слова temple, храм, да, храмовники их еще называли. Военизированных орденов рыцарей-монахов. Тамплиеры. Вначале их основной задачей было охранять паломников на дорогах в Иерусалим. По дороге в Иерусалим. Потом они вернулись в Европу. Они стали одним из самых влиятельных орденов. У них много было недвижимости. Денег было больше, чем у европейских королей. И вы знаете, что в конце концов их обвинили в оккультизме, в колдовстве. Что там правда, что неправда, разобраться трудно. Потому что светская власть предвзято относилась. Просто хотели ограбить их, короче, на какой-то момент. Отобрать то, что принадлежало им. Сегодня, вроде бы, католическая церковь, вот так не так давно, по-моему, в прошлом году или в этом, оправдала их, да, официально. На самом деле, как там было, трудно себе представить сегодня. Другой орден, очень известный, госпитальеры. Госпитальеры. Орден Святого Иоанна еще называется. Госпитальеры. Орден Святого Иоанна. Их называли госпитальеры, потому что в Иерусалиме у них был госпиталь Святого Иоанна, где они ухаживали за больными, бедными, ранеными. Госпитальеры. Как и все крестоносцы, они носили белые плащи с красными крестами нашитыми. И этот символ сегодня именно от госпитальеров перешел в медицину и в скорую помощь, да. То есть, вы знаете, что интересно, что ни в исламских странах, ни в Израиле этот символ не используется, да. Там амбуланс пишут, какие-то другие символы медицинские, этот символ не используется. У нас он сегодня и не ассоциируется с крестовыми походами, а в исламских странах и в Иерусалиме он ассоциируется именно с крестовыми походами. И поэтому вызывает достаточно негативную реакцию, его не используют. Интересно, что позже рыцари-госпитальеры, да, они заселились на остров Радос, а потом переселились на остров Мальту. И это именно они, мальтийские рыцари, о которых история упоминает. Сегодня есть два течения, он сохранился до сих пор, этот орден, два течения ордена. Одно крыло католическое, другое протестантское. И там и там есть, ну как бы сегодня современные рыцари. Уже они этим не занимаются, чем занимались раньше, но тем не менее называют себя рыцарями, принадлежат к ордену. Именно они были одними из тех, кто остановили мусульманское нашествие позже вторжения в Европу через Средиземное море. Сначала на острове Народос, потом на острове Мальта. И в то время они были как герои. Хорошо, и последний орден, один из самых известных, это тевтонцы. Тевтонские рыцари, которые вернулись в Пруссию после крестовых походов. Тоже обладали определенной политической силой. И это именно они сражались с Александром Невским там и были поражены. И последний результат походов, напишите, последний результат походов, это развитие географии, науки, мирной торговли. Развитие географии, науки, мирной торговли. Развитие географии, науки, мирной торговли. Я уже говорил, да, что развилась торговля между Востоком и Западом. С Востока, знаете, мы всегда как бы считаем Европу цитаделью развития человечества, цивилизации, скажем так. Но было время, когда Восток был более цивилизованным, чем Европа. Во времена рыцарей так точно. Рыцари вообще, ну вообще они не знали, что такое там мыться, не знаю. Когда ели мясо, руки об собак вытирали. То есть это ужас, конечно. Восток более тонким был. Из Востока стали вести предметы роскоши, ткань, приправы очень дорого стоили и так далее. И это, наплыв вот этой вот роскоши в Европу, стал менять как бы менталитет европейцев, атмосферу, отношения. И подготовил, вот эта вот торговля подготовила приход эпохи Ренессанса или Возрождения. Слышали, да, когда искусство стало развиваться в Европе, живопись и так далее. И именно вот эта вот торговля, вот эти отношения, они и подготовили приход эпохи Ренессанса. Делаем перерыв.